Ульяновский общественный транспорт тотально дезинфицируют, чтобы не допустить распространения коронавируса. В защитных костюмах с использованием специальных средств обрабатывает полностью весь салон. Это поручни, ручки сидений, стекла, в общем, все, до чего могут дотронуться пассажиры. Дезинфицируют автобусы и маршрутки обычно рано утром, перед началом смены. В течение дня линейные диспетчеры и водители маршруток проводят антиковидную уборку на каждой конечной остановке. Маршрут на такси автобусом, то есть методом протирания мойки и методом орошения. Это сидения, поручни и иные какие-то места, за которые часто берутся пассажиры. В каждом автобусе в резерве имеются одноразовые маски и дезинфицирующие средства, также у водителей, антисептик, то есть для обработки рук. В Засвияжском трамвайном депо салон обрабатывают в три смены. Каждый день здесь дезинфицируют до 60 трамваев. В технологии обработки та же, что в маршрутках и автобусах. Для безопасности пассажиров во всех трамваях также установлены рециркуляторы воздуха. По две единицы в каждом вагоне. Обработка у нас проходит в три этапа. Перед выпуском на линию непосредственно протирает все вагоны. После заезда в депо. И более тщательно при прохождении вагонов ТТО проходит здесь дневное время. Особое внимание уделяют и водительскому месту. Здесь также обрабатывают руль, все ручки, кнопки. Зачастую водителям приходится контактировать с пассажирами. Поэтому для них также предусмотрен ряд антиковидных правил. Водитель транспортного средства, как и пассажиры, должен быть в маске. Перед выходом на рейс он проходит у диспетчера предварительный медицинский осмотр. Сейчас в последнее время, да, все практически, у кого нет, мы их выдаем. Нам дают на это маски при выезде. Ну, диспетчер удают маски, а мы пассажирам даем. В последнее время многие начали носить маски. В основном. Также работники транспортных предприятий, водители, кондукторы, технический персонал продолжают проходить вакцинацию. В настоящее время количество сотрудников, сделавших прививку и имеющих антитела, составляет порядка 70% от общего числа. С начала 2021 года проведено 340 профилактических рейдов, в ходе которых осмотрено более 6000 единиц общественного транспорта.